Извините меня, пожалуйста, потому что, может быть, часть вещей, о которых я буду говорить, будет банальная. Да, я работаю вот в Сколковском институте науки и технологий. И, кроме того, я работаю, я понимаю, что вчера кто-то жаловался по поводу ФОНО, я работаю в академических институтах, то есть являюсь подданным ФОНО, а также в Политехническом институте в Санкт-Петербурге. И это мой американский институт, институт Ваксмана. Про Ваксмана я сегодня еще буду говорить. Итак, это будет мой некий персональный взгляд на развитие медицины или на то, как биология повлияла на практическую медицину в основном в 20 веке. Вообще, что позволяет нам жить долго и счастливо и относительно быть здоровыми по сравнению с тем, как жили люди еще даже в 19 веке? На самом деле продуктов таких не так уж много. Первое, на самом деле, это вакцины, и в будущем, в ближайшем, они будут играть очень большую роль, если только публика, которая считает, что вакцинироваться не нужно, они почему-то не возьмет верх над нормальными людьми. Идея вакцин, на самом деле, очень проста. Вы используете ослабленного возбудителя, и этот возбудитель, будучи введен в кровиток организма, вызывает иммунный ответ. Вот здесь показаны такие солдаты, наши иммунные клетки, которые производят антитела. И справившись с этим ослабленным возбудителем, у вас остается память в виде антителопродуцирующих клеток. Так что при появлении реально опасной инфекции, вы сможете с ней бороться просто потому, что иммунитет разовьется гораздо быстрее. Исходно это первое наблюдение было сделано случайно Джейнингсом, таким сельским доктором в Англии. Это классический случай был по поводу оспы. Разве это было потом Пастером в случае бешенства? Ну и наиболее известные вещи, которые произошли в 20 веке, это исследование Йонаса Солка в Соединенных Штатах. И на самом деле голова в голову с ним шел Михаил Шумаков у нас здесь в Советском Союзе, когда в середине 50-х годов были введены разработанные вакцины против полиомиелита. В будущем, безусловно, все это будет продолжаться. Здесь только один, к сожалению, недостаток всего этого дела в том, что работают такого рода вещи только против вирусов. А вот вирусные инфекции, с которыми, с другой стороны, мы не умеем бороться медикаментозно никак, можно с ними бороться, можно их не бороться, а предотвращать с помощью вакцинирования. За некоторыми важными исключениями, а именно кроме тех случаев, когда это не работает. Не работает тогда, когда вирусы могут быстро уходить от системы иммунитета, как в случае вируса гриппа. Да, хорошей вакцины против него не было и, по-видимому, не будет. Вот сегодня должен приехать скалтеховский профессор Егор Базыкин. Он, может быть, будет рассказывать, я не знаю, может быть, даже для кого-то из вас, про математические модели, которые позволяют предсказывать, как именно делать вакцины против вируса гриппа, учитывая то, куда он мутирует в этом году. Потому что в следующем году потребуется другая вакцина. То, что очень сейчас в средствах массовой информации активно муссируются вещи типа Эбола или ЗИКи, знаете, такой вирус ЗИКа сейчас в Южной Америке есть, родятся дети с маленькими головками, недоразвитыми нервной системой, мозгом. Они, собственно, на самом-то деле для глобального здоровья популяции людей представленников никакого особого опасности не представляют. Но, в принципе, стандартные методы вакцинирования и разработки вакцин не представляют никаких технических проблем. Основная проблема экономическая, потому что при заболеваемости даже 10 тысяч или 15 тысяч человек, особенно в Центральной Африке, никто никакую вакцину, конечно, не будет разрабатывать. Просто слишком дорого. Так, другая вещь, которая работает, конечно же, на бактерии, а не на вирусы, это антибиотики. И здесь я начинаю уже рассказывать про историю. Там я просто, собственно, историю не говорил. Это Флеминг. Флеминг – это тот человек, который открыл антибиотик. Первый антибиотик был пенициллин. Открыл он его совершенно случайно. И вообще большинство открытий делается совершенно случайно. Вот здесь показана фотография его, как он глядит на чашку Петри. Вот на чашке Петри, видите, здесь такая какая-то испещренность. Там бактерии растут. И он просто случайно совершенно обнаружил, что вокруг некой капельки помещенной растущих грибов бактерий почему-то не росли. Утверждается, что, поглядев на это, он воскликнул «that's funny». Как смешно, как удивительно. А потом 12 лет никто этим не занимался вообще, потому что не было возможности выделить это антибактериальное вещество хоть в каких-то больших количествах. Для того, чтобы ввести в практику пенициллин, открытие и введение в практику этого антибиотика, по современным оценкам, спасло жизнь более 80 миллионов человек. Это очень существенное открытие. Потребовались еще вот эти три человека. И вот какая фраза была сказана во время вручения Нобелевской премии. Кстати говоря, последним их премию не дали. Без Флеминга не было бы Чейна, без Чейна не было бы Флори, а без Флори не было бы Хитли. Что здесь произошло? Флеминг действительно открыл штамп, который производил некое антибактериальное вещество, но количество этого вещества были настолько маленькие, что ни о какой терапии, ни о каком выделении, вообще о характеристике этого вещества речи не было. Чейн, кстати, Борис Чейн, он из России происходит. Йонас Солк тоже из России происходит. На какой-то стадии мы можем считать, что наша страна, в числе прочего, вносит вклад в мировую копилку знаний и всего прочего за счет тех людей, которые из нее уезжают. Так вот, Чейн как раз такой. Чейн нашел способ, как выделять пенициллин, хотя бы в каких-то пристойных количествах. Флори был врач, который рискнул и решил использовать то, что было выделено для лечения человека. Первый человек, которого лечили пенициллином, ему было очень плохо, у него была пневмония, он выздоровел почти, а потом умер. Просто потому, что количество антибиотика, которое было получено в результате приблизительно 8-летнего накопления материала, было недостаточно для того, чтобы провести терапию. Тот человек, который Нобелевскую премию не получил, Хитлый, он просто придумал, как увеличить растворимость пенициллина, фактически просто понижение МПН, просто переведя вещество в более кислую форму. Ну, казалось бы, ерунда, но тем не менее, это позволило начать промышленный выпуск антибиотика и вылечить вот все эти миллионы людей. И произошло это уже во время Второй мировой войны. Кстати, тогда было очень удобно, не нужно было делать клинических испытаний. Сейчас, даже за эти 12 лет, которые потребовались пройти от открытия вещества до введения его в практику, никто бы не управился. Но была война, она как бы оправдывала все, что можно. Сейчас многие говорят о том, что возникает устойчивость к антибиотикам, это действительно правда. Но она возникает, конечно же, не сейчас, она стала возникать с самого начала. Вот здесь показана эволюция бактерий. В данном случае это стафилококкс золотистая, очень опасная бактерия. Это то, что произошло с ней с точки зрения ее устойчивости к пенициллину, к тому самому лекарству, которое было открыто Флемингом. На самом деле уже в 1945 году, через 2 года или 3 года после введения его в практику, сам же Флеминг сказал, что устойчивость, по-видимому, будет возникать. То есть проблема устойчивости очень старая проблема. А здесь показано, что происходит с изолятами в госпиталях, назакомиальные изоляты, в плане их устойчивости или чувствительности к этому антибиотику. Понятно, что вот сейчас, например, уже в конце прошлого века от 80 до 95% всех штаммов к этому антибиотику были устойчивы. Конечно же, он больше не используется. Тем не менее, мы антибиотики используем. Откуда они берутся? Берутся они вот откуда. Существовало такое, есть такое понятие, золотой век антибиотиков. Он был в 50-х, 60-х годах прошлого века. И люди занимались вот чем. Я не знаю, биологи знают, это чашка Петри. И вы смотрите, она такая круглая. И видите, здесь вот такое матовое все. Это бактерии растут. Подозреваю, что это как раз золотистый стафилококк, который обитает у нас на коже, но и может вызывать какие-то проблемы при пониженном иммунном статусе. И сюда, сюда, сюда и сюда и сюда помещены образцы, которые содержат тот или другой антибиотик. Что вы видите, например, вокруг этого образца? Это не пятно, это отсутствие бактериального роста. Фактически у вас происходит диффузия некоторого вещества из этой точки, куда вы поместили образец, наружу. Ну и видно совершенно, что вот, например, здесь, по-видимому, или много вещества производится, или вещество активно. А здесь вещества производится очень мало, они не производятся совсем. Это называется зона ингибирования роста. А здесь производится его поменьше. Золотой век антибиотиков заключался в том, что люди стали просто смотреть на огромное количество различных образцов, на примет наличия, ну, образцов бактерий, на примет наличия в них вот такого рода активности. Делали это систематически, делал, собственно, Сильман Ваксман, вот в институте которого я работаю. Мы за это расплачиваемся до сих пор, потому что в институте, где мы занимаемся микробиологией, стерильности нет никакой, потому что до сих пор летают многочисленные штаммы, которые он насобирал еще в 50-х годах. Он, будучи, он реальный выходец из России, он родился в Винницкой области. И он, будучи человеком довольно авторитарным, всех своих сотрудников, отправляя в отпуск, требовал, чтобы они приезжали обратно с образцами почвы, листвы и так далее, из тех мест, где они бывали. И все эти образцы потом использовались для получения бактерий, которые проверялись вот в такого рода тестах на производство антибиотиков. Он открыл стрептомицин, это был второй антибиотик, который позволил лечить туберкулез. Надо сказать, что в России в это время производилось ровно такого же рода работы в Институте антибиотиков Георгом Гаузе. Вот он здесь показан. В результате вот такого рода активностей произошло вот что. Это карта устойчивости к антибиотику, к пенициллину, первому самому. А это карта тоже время. И показаны, как возникали новые антибиотики, те, которые мы до сих пор используем в практике. Смотрите, вот был пенициллин, самый первый. Вот стрептомицин, это то, что открыл Ваксман. А вот это, это огромная группа антибиотиков, но относительно большая, которая была введена в практику, которая позволяет нам всем сейчас не болеть и жить относительно здорово при стандартных бактериальных заболеваниях. Обратите внимание, что с 90-го года прошлого века не было введено ни одного нового антибиотика. При этом устойчивости к каждым из этих антибиотиков развиваются более-менее с такой же частотой, как было в случае пенициллина. Результат, в общем, понятен, что действительно возникают множественные устойчивые формы, которые создают массу проблем в госпиталях, в тюрьмах и в других всяких интересных учреждениях. Одно из объяснений, почему это так, заключается в том, что компании, которые делают антибиотики, просто очень жадные, потому что люди, которые находятся в тюрьмах или, например, в странах третьего мира, которым нужны антибиотики, они просто не могут оплатить производство вот такого рода вещей. То есть если бы компании продолжали бы искать, наверное, бы они что-нибудь нашли. По-видимому, это не так, и первый, кто сказал, что это не так, был на самом деле тот же Ваксман. Это статья 1956 года в журнале Science, которая называется «Наказание за изоляцию». На самом деле здесь он просто пишет вот, что будучи человеком, происходящим из Российской империи, он свободно читал по-русски, он прочитал некоторое количество русских статей в журнале «Микробиология», изданных Гаузе, и пришел к выводу, что некоторые из антибиотиков, которые Гаузе выделил в Москве, на самом деле точно такие же, как те, которые он выделил в Радгерсе, в Нью-Джерси. И изоляция здесь имелась в виду как некая проблема, которая не позволяла напрямую сравнить образцы, но тем не менее сейчас понятно, что многие, казалось бы, независимые исследования в 50-х годах в течение золотого века антибиотиков, которые, раз они велись независимо, они должны были приводить к выделению независимых разных антибиотиков, на самом-то деле приводили к одному и тому же. Это, по-видимому, означает, что на самом-то деле вот это множество, возможно, оно действительно конечное, в том смысле, что мы насыщены и новых, принципиально новых антибиотиков, по крайней мере, теми методами, которые я вам показал, сейчас выделить нельзя. Означает это одно из двух, что или нам всем будет очень плохо, и в ближайшие 10 лет люди начнут умирать, отказалось бы последствия из самых простых хирургических операций, которые асептической сделать быть не могут, ну, принципиально всегда не будет асептики, а устойчивость станет просто уж слишком широко распространенной. Или же, возможно, все-таки настанет новый золотой век антибиотиков, и будет он, по-видимому, связан с применением методов новой биологии, геномной биологии, биоинформатики и так далее. Дело в том, что выясняется, что теми методами, которые пользовались в 50-х годах Ваксман, Гауза и другие, можно выделить, по-видимому, не более чем 1% из всех бактерий, которые есть в образце. Большинство бактерий просто не культивируются, они не растут на наших чашках. Это не означает, что их там нету, это не означает, что у них нет генов, и не означает, что у них нет генов, которые могли бы производить антибиотики. У нас современные методы геномного исследования в принципе позволяют определить гены бактерий, которые не культивируются у вас, а дальше вычленить или предсказать те гены, которые могут быть ответственны за синтез антибиотиков, ну и, может быть, эти антибиотики получить. Такого рода работы, кстати говоря, вообще говоря, хороши для России, потому что у нас огромная страна, огромное количество различных биотопов, и есть некая вера в то, что в различных местах обитания будут разные бактерии с теми или другими интересными генами. Вопрос только в том, как это организовать. Только что в прошлом году выданная Нобелевская премия китаянки за исследование, за введение в практику нового вещества для борьбы с малярией, она, собственно, выдана за такого рода народную медицину, а именно когда 10 тысяч китайских ученых было партией послано для того, чтобы создавать экстракты различных китайских растений, которые там растут, и проверять экстракты на антибактериальную активность. Таким образом было найдено вот это малярийное лекарство. То есть, в принципе, у нас это, наверное, тоже можно организовать. Так, движемся дальше. Сейчас для небиологов может быть чуть-чуть сложно, я хочу привести второй пример. Итак, есть вакцины, есть антибиотики, уже сложно было, нет? Я стараюсь, ну, то есть, если что-то непонятно, вы спрашивайте, пожалуйста, да, потому что если непонятно, значит, что я плохо объясняю, это не значит, что вы что-то не поняли. Вот. Значит, идея такая. Я рассказал вам про вакцины, они очень важные и будут продолжаться быть важными. Я рассказал про антибиотики, которые очень важные были, остаются важными, но очень скоро, к сожалению, по-видимому перестанут быть эффективными, что-то надо с этим делать. Но, может быть, способы есть. Вот. А теперь я расскажу вам про современные лекарства, или, вернее, про то, откуда они появились. Появились они, как ни странно, из фундаментальных исследований про то, как работают гены. Есть такое понятие, центральная догма молекулярной биологии. Даже если вы не биологи, вы должны это знать, потому что в школе это учат. Вот это ДНК, знаменитая двуцепочечная спираль, двойная спираль. Здесь есть последовательность букв, всего есть четыре буквы АГЦТ. Последовательность букв по этой цепочке есть генетическая информация. При этом есть две цепочки, каждая из них похожа друг на друга, как левая и правая рука, а не комплементарны, как инь и ян. Таким образом, вся информация, которая есть здесь, есть и здесь. И ген — это последовательность вот таких букв. У нас с вами много таких букв. Каждый из нас записан последовательностью в три миллиарда букв. Там написано, что вы — это вы, вы — это вы, а я — это я. И у нас у каждого 20 тысяч генов. Когда ген работает, сначала делается копия одной из цепей, будет молекулы РНК, а не ДНК, а потом с молекулы РНК делается белок. А белок уже есть единица функции. Белок для чего-то нужен, он что-то делает. Вот. Это результат исследований давнишних, 50-х, 60-х годов. Он принципиально важен. Так все работает. Действительно, центральная догма. Вот такое Евангелие молекулярных биологов. А это абсолютно, казалось бы, неинтересное явление, которое изучала некоторая группа, в общем-то, фриков на протяжении приблизительно 15 лет. И это исследование, тем не менее, лежит в результате этого исследования являются основанием всей современной биофармацевтики. А догма я вам показал, потому что будет важно понимать, для чего она нужна потом. Некое явление рестрикции и модификации. Вот смотрите, давайте с вами посмотрим на некий биологический феномен. Это бактерия. И это бактерия. Это бактерия одного вида. Кишечная палочка. Просто два разных штамма. Один штамм называется С, другой К. Вот этот овал, это я таким образом рисовал бактерию. А это вирус. Этот вирус умеет заражать бактерии. Причем смотрите, что происходит. Этот вирус может заразить эту бактерию и всякий раз, когда вирусная частица столкнется с бактерией, бактерия умрет. Вот это EOP, это эффективность заражения. Эффективность заражения один. Столкнулся вирус с бактерией, бактерия умерла. Понятно? Ну естественно, когда она умерла, вышли новые вирусы. А если этот вирус заразил вот эту бактерию, то тут у нее что-то не получается. И лишь одна из 10 тысяч вирусных частиц может привести к заражению. Понятно? Понятно. Удивительно, таким образом этот вирус любит жить здесь, а здесь не любит. Удивительно вот что, что когда те немногие вирусы, которые прошли через эту бактерию и вышли, теперь они заражают одинаково эффективно как эту бактерию, так и ту. Но после того, как они заражили эту бактерию, они опять вернулись в это состояние. Кто-нибудь может сказать, что это значит? Как бы это могло быть? Понятен, в чем феномен заключается. Ну такая вот игрушка, вот вы в лаборатории это заметили, начинает изучать. По-моему, очень интересно. Еще раз. Можно отсюда начать. Смотрите, есть вирус. Одинаково хорошо заражают оба типа бактерий, оба штамма бактерий. Когда он заразил эту бактерию, он выходит отсюда в таком же состоянии. Когда он заразил эту бактерию, он выходит в каком-то преображенном состоянии. Помните сказку про этого? Конька-горбунка, как он там прыгал по этим котлам. И вот выйдя отсюда, он теперь только на этой может пастись, а на этой нет. Вот если вы не можете отгадать, как это происходит, ничего страшного, потому что ученые, которые этим занимались, занимались три человека в трех разных странах, все три получили Нобелевскую премию. Занимались с ними 15 лет и понятия не имели, что происходит. Но в итоге они выяснили, что на самом-то деле вот эта система рестрикции модификации, это система защиты от чужеродной ДНК. Вирус это чужеродная ДНК, у вируса есть ДНК, свои собственные гены. И он хочет свою ДНК ввести в клетку, вот эта внутренность клетки, для того, чтобы клетку убить, чтобы из клетки сделать новых вирусов. А клетка тоже не дура, у нее, оказывается, есть система защиты. Вот видите, вот это рестрикция, модификация. Рестрикция — это ножницы. Ножницы узнают определенные последовательности ДНК, помните, в ДНК есть последовательность букв, и раскусывают ее. Видите, раскусила. Возникает вопрос, почему такие же последовательности ДНК есть в собственной ДНК вируса, в собственной ДНК бактерии. Простите. Возникает вопрос, почему бактерия не раскусывает свою собственную ДНК, ведь у нее ножницы есть соответствующие. Выясняется, что вот эта часть метилаза – это такой протектор, система защиты. Она специальным образом маркирует за счет ковалентной связи какой-то специальной группы те последовательности, которые могут быть узнаны ножницами. Понятно, да? Тем самым своя собственная ДНК защищена, вот она помечена зеленым рисочкой, и она не кусается. Если вирус сюда зашел, и у него нет такой зеленой метки, то он убивается. Если же по каким-то совершенно непонятным причинам вирусу повезло, и он не успел раскуситься, то тогда вот эта защитная функция его тоже защитит, и наружу уже выйдет защищенный вирус. Вот этот механизм объясняет то, что я показал вам на следующем слайде. Я уверен, что никто из вас не догадается, какое это имеет отношение. Вообще говоря, я обещал вам про фармацевтику рассказать. Отношение, как ни странно, самое прямое. Давайте сконцентрируемся вот на этих ножницах. Видите, я сказал вам, что это специальная такая машинка молекулярная, белок, которая узнает определенные последовательности ДНК. Вот, например, вот такую. Видите, последовательность ГААТТЦ. Так вот эти ножницы узнают такую последовательность и раскусывают ее. Вот здесь нарисованы две цепи ДНК, и раскусывают очень интересно. Они делают так называемые липкие концы. Видите, как ДНК раскусилась? Когда я говорю, что они липкие, это означает, что вот эта часть соответствует вот этой. Они могут друг с другом взаимодействовать. Но так же, как обычно, все взаимодействуют с ДНК. Понятно, да? Опять же, не очень понятно, при чем здесь светлое будущее. Тем не менее, вот эти наблюдения привели к развитию методов молекулярного клонирования. Вся рекоменантная ДНК, все молекулярное клонирование построено на открытии вот этих ферментов рестрикции, этих ножниц. Смотрите, представьте, что у вас есть некая молекула ДНК. Вот, и будем считать, что это хромосома. Она способна сама размножаться в клетке. И пусть в ней есть вот такая последовательность, которая нашими молекулярными ножницами узнается. И такая последовательность есть только одна. И пусть еще на этой молекуле, голубой ДНК, есть ген устойчивости к какому-нибудь антибиотику. Например, к тому же самому пенициллину. Мы его уже знаем, пусть он там будет, да? Теперь, если мы обработаем этими ножницами нашу молекулу, что будет? У нас вот это колечко, это была исходно-кольцевая молекула, разорвется на две части, и будут у нас вот такие липкие концы. Видите? Теперь возьмем другую ДНК. Вообще говоря, это все бактериальная ДНК. А эту ДНК, хотите, возьмем из человека. Вот, в человеческую ДНК мы тоже можем обработать нашими ножницами, и возникнет много-много фрагментов человеческой ДНК, потому что такая последовательность встречается там очень-очень много раз. Теперь мы можем смешать человеческую ДНК вот с этой нашей бактериальной ДНК. Что произойдет? Помните, у нас липкие концы, да? При условии, что у нас концы соответствуют друг другу, у нас будет образовываться то, что называется рекомбинантными молекулами. Это химерные молекулы, которые в природе не существуют. Ну, хотите, думайте про это, что это генномодифицированный организм. Эта часть бактериальная, а эта часть уже из человека. Ну, разные кусочки, да? Да, но возникает вопрос, что нам с этим теперь делать. А очень просто. Мы теперь такие молекулы засунем, у нас есть методы в бактериальные клетки, и эти бактериальные клетки мы попросим вырасти на среде, на чашках Петри с ампициллином, с пенициллином. А сами по себе бактерии к нему чувствительны, но у нас на наших вот этих голубых молекулах есть ген, который дает устойчивость к пенициллину. Будут расти только те клетки, которые получили вот такую молекулу рекомбинантную. А потом мы можем их отобрать. Это метод молекулярного клонирования. Вот эти три несчастных человека, которые 15 лет изучали рестрикцию и модификацию, вот тот самый биологический феномен. А это Гилберт Берг и Сенгер, это те три человека, которые в это же время получили Нобелевскую премию за развитие вот этого метода молекулярного клонирования. Почему это важно? Сразу, как были сделаны эти опыты, через два года возникла биофармацевтическая промышленность. Первая компания, Амген и Джензайм, возникли после того, как один из них просто пожал руку одному донору, который дал ему 100 тысяч долларов и сказал, делай все, что хочешь. Вот только 90% акций будут потом мои. Все они стали миллиардерами, конечно. Потому что таким образом можно размножать любой, вообще говоря, ген, интересующий вас в бактериях. И получать, используя принцип вот этого, центральную догму молекулярной биологии, продукты этого гена в бактериях. Понятно, да? А это уже может быть для чего-нибудь нужно. Для чего это может быть нужно? Например, для лечения диабета. Диабет на самом деле очень страшная болезнь. И в современном мире количество людей, которые умирают от диабета, очень и очень велико. В частности, в России. Как лечат диабет? Диабет лечат инсулином. Вернее, диабет возникает, когда у вас не хватает инсулина. Инсулин – это белок. Вот здесь показана его структура. Это последовательность аминокислот. Вот есть одна цепочка, кодируемая одним геном. Есть другая. Вот две такие вместе штучки. Они дают инсулин, который нужно колоть людям, у которых есть диабет. Знаете, как лечили инсулин, начиная где-то с 20-х годов 20-го века и вплоть до конца 80-х? А? Ну, все правильно. Из свиней брали, да? Потому что, значит, можно было из поджелудочной железы свиней… Дело в том, что свиньи на нас очень похожи. У них очень похожий инсулин. И можно было колоть. Вот есть только одна проблема. Вот эта буковка, видите, вот эта буква, это буква не ДНК, а белка. Вот это, вот это, вот один шарик, да? Он у свиньи другой. Все остальное такое же, а этот другой. И здесь возникает проблема. Дело в том, что если долго, а диабетиков нужно лечить долго, колоть свиной инсулин, то в итоге возникнет иммунная реакция. Возникнут антитела, которые приведут этого несчастного человека, сведут его в могилу. Вот такой одной разницы, казалось бы, незначительной и достаточно. Ну и можно наоборот. Вот это какая-то шутка. Я не знаю, воспримете ли ее или нет. Это что было бы, если бы свиньи лечились человеческим инсулином, видите? Вот этот, похожий на ЭЛС-АПРС-Лихряк, теперь говорит, видите, я же говорил о тебе, что не нужно мне было колоть человеческий инсулин, потому что будет сайд-эффект. Здесь сайд-эффект имеется вот это, по-английски вот эти бакенбарды, это сайд. Побочные эффекты. Значит, как вся эта проблема решена теперь? Решена она следующим образом. Точно той же процедурой, про которую я вам рассказал, мы можем клонировать, то есть поместить оба гена человеческих инсулинов на вот такие вот эти кольцевые молекулы, про которые мы с вами уже все знаем, получить соответствующие бактериальные клетки, вырастить бактерии, которые будут производить этот инсулин, выделить его, это будет чистый рекоменантный инсулин. Сейчас это уже не делается в бактериях, это делается в других вещах, к сожалению, в России до сих пор не могут наладить. Поэтому мы на 90% зависим от возимого инсулина. Но процедура вот такая. Точно таким же образом производится интерферон, точно таким же образом производится ретропоэтин, точно таким же образом производится колонистимулирующий фактор, точно таким же образом производится терапевтические моноклональные антитела, которые являются сейчас золотым стандартом лечения большинства раков. Это моноклональные антитела против раковых клеток. И это, 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 это все белки, они все кодируются человеческими генами, и мы получаем эти лекарства сейчас просто потому, что мы можем клонировать эти гены вот в такого рода системы, а можем мы это делать потому, что кто-то когда-то изучал систему рестрикции модификации. Не очень прямая связь, да? Я подхожу к концу. Значит, сейчас я вам расскажу про историю, которая развивается прямо сейчас. Вы же можете мне сказать, что это все тогда было, а сейчас мы все стали очень умные, мы ходим на форсайты, слушаем отусы, теперь мы все очень целеустремленные и более-менее знаем, где мы хотим быть через 5 лет или 10. Вот, это история, сейчас, значит, есть некоторые люди, которые считают, что мы сейчас находимся в состоянии революции, подобной той, которая была вызвана открытием ферментов рестрикции модификации в 70-е годы 20-го века. Это так называемая Криспер-революция. О чем речь? Криспер – это некая система бактериального иммунитета, которая была открыта всего лишь 10 лет назад. Вот ученые не знали, не знали, не знали про нее, а 10 лет ее открыли случайно. Вот, работает она следующим образом. Это вот тот самый вирус бактерий, вы про него уже слышали. Это бактерия, и вирус впрыскивает в бактерию свою ДНК со своими генами. Выясняется, что у бактерии есть некий участок в ее собственной ДНК, это ДНК бактерии, куда кусочки вирусной ДНК могут попадать. Они туда попадают редко, в большинстве случаев зараженная бактерия умирает. Но иногда кусочек сюда попадает. Видите, стал красненький здесь квадратик. А дальше происходит вот что. Что с такого красного участка производится РНК. Мы же знаем, что так работают гены, да? И вот такая красненькая маленькая РНК, она ни в какой белок не превращается. Она связывается со специальными белками, продуктами вот этих КАЗ-генов. Я говорю название только потому, что оно потом потребуется. Всего два слайда осталось. И происходит вот что. Смотрите, если теперь такой же вирус в клетку залезет, то вот этот комплекс голубого белка с такой красной РНК может узнать вирусную ДНК. Почему он его может узнать? Да очень просто, потому что РНК соответствует ДНК. Будет вот это взаимодействие. И когда такое взаимодействие произойдет, ДНК вируса будет раскусана. И инфекции не произойдет. Вирус тоже не дурак. И вирус может изменить то место, которое соответствует вот этому участку. И как только он его изменит, он может опять клетку заражать. И вот такая идет вечная гонка вооружений. Я один из людей, который на моей лаборатории, который изучал это на протяжении последних 10 лет. А теперь мы все кусаем себе локти, потому что нам так нравилось все это. Это такая интересная система. Есть целый ряд причин, почему с фундаментальной точки зрения это крайне интересно. Выяснилось, что здесь еще огромные деньги. И все мы это проглядели. Понятно, как это работает? Это очень интересная система. Молекулярная память. Вас вирус, ну вакцинация. Вас вирус заразил. Вы ухватили кусочек вирусной ДНК. У вас есть память о нем. РНК соответствующему красному участку прикладывается к ДНК-вирусу. Если есть точное соответствие, вы его убиваете. Вы помните, что вас кто-то такой раньше заражал. Вот. Вот эти две милые девушки. Они скоро получат Нобелевскую премию. Это Дженни Дудна и Эмониэль Шерпинтье. Они показали вот что. Вот это наш голубой белок. Он называется КАЗ-9 в данном случае. Они показали, что не нужно никакой бактерии иметь. Можно просто сделать РНК. Мы умеем делать РНК. Ее химически можно синтезировать. И такая РНК, не клетка ее сделала. Не воспоминания от вируса. А просто вы сами сделали некую молекулу РНК. И если такую молекулу дать белку голубому и дать соответствующей молекуле РНК-мишень, то ДНК будет раскусана. Но только при одном условии, что есть точное соответствие между этим участком РНК и ДНК длиной где-то 20 букв. Интересно? Что с этим можно делать теперь? Вообще говоря, не очень понятно. В сущности, это похоже на рестриктазу. Только рестриктазы узнают коротенькие участки в 6 букв, а это узнают в 20 букв. Ну и все. А потом вот этот замечательный мальчик Фенгжанга за Майти показал вот что. Что на самом-то деле эту систему можно использовать для генной хирургии, ну или геномной медицины. И, собственно, вся революция началась вот на этой стадии. Что он показал? Он сделал еще один шаг. Он сказал, ну хорошо, у вас есть бактериальный белок. У вас есть какая-то РНК, которая наводит на этот белок возможность узнавать ДНК и кусать ее. Давайте засунем этот белок и эту РНК в клетку человека. И посмотрим, что получится. Только сделаем так, чтобы этот участок РНК соответствовал какому-нибудь гену человека. Вот выяснилось, что этот белок, созданный Господом Богом или эволюцией у бактерий, замечательно совершенно при наличии соответствующей РНК, она называется РНК-ГИД, узнает последовательности ДНК человека и раскусывает их, раскусывает их в строго определенном месте. У нас есть 3 миллиарда букв в нашем геноме, да? Но вот необходимость точного соответствия по 20 буквам приводит к тому, что вы узнаете место правильно. У вас не будет никаких других соответствующих такой последовательности мест в нашем геноме. Несмотря на то, что наш геном такой большой. А дальше дело техники. Если вы умудрились в нужном месте, там, где вы хотите раскусить ДНК, да, оказывается, что клетке вообще, говорят, не нравится, и она пытается этот раскус залечить. И молекулярные биологи умеют залечивать это так, как они хотят. Например, они могут подставить сюда кусочек другой ДНК. Видите, и сюда произошла такая вставка. Такого рода опыты работают на людях, на рыбах, на бактериях, на чем угодно. И эта первая статья, которую Фенк опубликовал, была опубликована в феврале 2013 года. Это просто количество, вот когда говорят про кризис-революцию, статей по этой теме, что происходит сейчас. Видите, вот это мы здесь и бултыхались в нашем милом болоте и занимались фундаментальными исследованиями. Вот 2013 год, и вот пошло. Это все уже работы по генной медицине. А что это такое, можно увидеть сейчас, вот если это видео. Нет. А вы не можете видео включить, пожалуйста? Смотрите, чтобы понимать, что мы хотим делать. Это просто очень простая генная болезнь. Называется серповидно-клеточная анемия. Это кровеносный сосуд. Это знаете сами, да? Это эритроциты. Красные кровяные клетки. Это здоровый эритроцит. Видите, он идет с кровитоком. Смотрите, что с этим стало. Видите, он образовал такой странный серп. Сейчас мы узнаем, почему. Это плохо. Если он имеет такую дурацкую форму, он не будет проходить в капилляры. Видите, забивает капилляры. Вот. У вас периферическая кровеносная кровь не идет, и вы будете анемичны. Происходит это вот почему. Вот наша ДНК. Вот одна из букв из трех миллиардов. Вот правильная последовательность ДНК. Видите, вот здесь одна замена. У больного человека буква А заменилась на Т. В результате белок, гемоглобин, который кодируется правильным геном, получил одну замену. Видите, вот здесь одна аминокислота стала другой. Видите, вот эта зелененькая. Как следствие, этот белок стал, вместо того, чтобы быть растворимым, глобулярным, образовывать длинные фибрилы. Он распирает клетку изнутри. И вот что получается. Видите? Вообще говоря, такого рода болезнь – приговор. Любая генетическая болезнь – приговор, потому что нет никакого лекарства, которое может изменить то, что здесь произошло. Как можно это излечить с помощью CRISPR-Cas технологии? Или вообще, каким должно быть лекарство от генной болезни? Что? Что нужно делать? Ну, нужно заменить его. Вам нужно каким-то образом уметь возможность найти правильное место, вернее, неправильное место, и изменить его. При этом постараться ни одной из других трех миллиардов положений не заменить. До сих пор эта задача не была решена. Теперь эту задачу можно решать. И опять же, совершенно поразительно, что ее можно решить, начать стало решать. Всего лишь через 10 лет все-таки прогресс какой-то есть. После того, как вообще само явление CRISPR-систем было открыто. Но открыто оно было в бактериях. И те люди, которые этим занимались, никакого понятия не имели о том, к чему это приведет. И знать не могли. Ну и, по-видимому, уже в течение 50 лет первое применение этой системы будет для решения проблем аллогенного донорства. Частые болезни типа лейкемии, вообще болезни кровеносной системы заключаются в том, что у вас есть несчастный человек, у которого стволовые клетки кроветворные не работают, или они поражены какой-то болезнью. Вам приходится делать что? Ирдиировать его, чтобы убить все клетки, которые есть, а потом долго и мучительно искать аллогенного донора, тот, который иммунологически подходит к этому человеку. В России, опять же, ситуация не решена, потому что банков соответствующих у нас нет. Как правило, образцы костного мозга возят из Германии. По крайней мере, в Москве точно возят из Германии. И вам потом подсаживают стволовые клетки фактически, то есть образец костного мозга облученному человеку от иммунно соответствующего донора. Такого донора сложно найти. Но если все будет хорошо, хотя иммунные реакции всегда есть, у вас происходит выздоровление. Ремиссии, на самом деле, очень часто, и все это работает не очень хорошо. Очевидно совершенно, что с помощью CRISPR-системы эту проблему можно решить. Как сами понимаете, нужно будет взять образец костного мозга у больного, получить оттуда стволовые клетки, пролечить их, исправить то, что вы говорили. А дальше что сделать? А? Ничего подобного. К сожалению, облучать все равно придется. Вам придется облучить, убить все клетки, которые там есть свои, а только потом уже заселить. Это очень важно понимать, что вот эта часть останется полностью. Вы просто решаете проблему донорства. А выпадение волос и все остальные прелести будут, конечно же, продолжать быть. Но и проблему иммунологического отторжения вы решите. Все, последний слайд. Значит, будущее, в принципе, из всего, что я вам говорил, я хотел бы, чтобы вы поняли, что будущее предсказать невозможно. Потому что все действительно важное происходит за счет открытия чего-то неизвестного. И предсказать это никак нельзя. Ни в случае ферментов рестрикции и модификации, ни в случае CRISPR-системы. На самом деле и в случае антибиотиков то же самое. Надо понимать, что с пенициллином Флемингу страшно повезло. Потому что, вообще говоря, он изучал совершенно другой антибактериальный агент под названием лизооцима. Про который вы, конечно же, не знаете, потому что он никому не интересен. Он оказался неработающим. А пенициллин сработал совершенно случайно. Опять же, потому что создалась некая такая уникальная цепочка, конкретно в том месте, где он работал. CRISPR-системы будут развиваться. И, конечно же, безусловно, будут повышаться технологии эффективности, точность. Точность очень важна. На самом деле эти технологии на людях сейчас нельзя применять по той простой причине, что мы не можем гарантировать, что мы изменяем только то место, которое надо. К сожалению, даже эта точная система всегда дает то, что называется off-site activity. Она всегда узнает не те места и фактически вводит мутации вместо того, чтобы их излечивать. Будет очень важная проблема, но это проблема не научная. Это проблема принятия всего этого дела в практике. Дело в том, что то, что получилось, когда вы пролечили с помощью CRISPR-системы, формально это генно-модифицированный организм. В Европе сейчас пытаются обойти это, сказав, что это не ГМО, не генно-модифицированный организм, а ГРО, по-английски ГЕО, это генно-редактированный организм, потому что вы не вводите ничего нового, вы просто изменяете так, чтобы было, как и раньше. Вопрос только в том, возможно ли будет убедить регуляторов, что это действительно так. Кстати говоря, это может быть одним из тех редких случаев, когда исходно применение редактирования или генно-изменение технологий будет сделано на людях за счет давления пациентов и их семей, а уже после признания этого перейдет на животных. Потому что во многих странах ГМО, к сожалению, не разрешены. Ну и будут еще вот такого рода социальные вопросы, я не буду про них говорить. Все, я кончил, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Вопросы, если есть. Да, пожалуйста. Спасибо, Анастасия. Пожалуйста. Анастасия Владимировна, вот такой вопрос из части про антибиотики. Есть же фаги. В чем проблема фаговой терапии? В настоящее время они практически нигде не используются. По крайней мере, так как знаком с практической медициной, у нас нигде не используются. Но знаю, что раньше было широкое использование. Есть ли связь с иммунитетом, крипс-системой? Да. Как бы подвержена ли бактериальная клетка к устойчивости к фагам? Есть ли какая-то зависимость? Спасибо. Действительно, вот те вирусы, про которых я вам рассказывал, бактериальные, в принципе, они что делают? Они узнают бактерию специфически и убивают ее. И специфичность здесь является ключом, потому что они именно узнают бактерию определенного вида, часто определенного штамма, а другие не узнают. В этом смысле они гораздо лучше антибиотиков, которые на самом деле действуют широкого спектра действий, агенты обычные. Отсюда все дисбактериозы и так далее и тому подобное. К сожалению, бактериофаги в России, в Советском Союзе довольно широко использовались, но это было связано просто с тем, что не было нормальной антибиотикой промышленности на самом-то деле. Несмотря на то, что все говорят, что все было хорошо, все было не очень хорошо. И другая проблема, что ни одного, собственно, хороших опубликованных исследований, принятых мировой наукой с контролями плацебо и так далее по бактериофагам не было сделано. Вот есть некий золотой стандарт, так называемый double-blind эксперименты, когда вы должны сравнить ваш новый агент с тем, что уже используется. Как ни странно, этого не делалось. Кроме того, в случае бактериофагов сейчас известно, что многие из них… И вообще говоря, это можно сделать, казалось бы, не очень сложно. Но есть более серьезные проблемы. Дело в том, что сейчас понятно, что в значительной степени эволюция бактерий, на самом деле людей тоже, была связана с животными, происходила за счет вирусов. Почему? Потому что вирусы, в частности бактериофаги, являются агентами горизонтального переноса. И это означает, что, в принципе, использование бактериофагов может увеличить частоту горизонтального переноса генов от одной бактерии к другой и на самом деле создать, может быть, какие-то бактерии, которых вы точно не хотите. Если вы медик, вы наверняка знаете, что бактерия, которая вызывает дифтерию, она вовсе не плохая бактерия, она очень даже хорошая бактерия. Другой вопрос, что у нее внутри сидит бактериофаг, который действительно производит, кодирует токсин. Точно так же многие вот эти самые противные виды кишечной палочки, вроде тех, от которых какая-то порция немцев умерла несколько лет назад, они тоже на самом деле так называемые лизогены, они содержат все внутри своего генома, геномы вирусов, которые кодируют токсины. Ну и последнее, в отличие от большинства антибиотиков, вирусы реально, бактериофаги реально лизируют, то есть бактерия, пораженная вирусом, лопается. И это может быть само по себе очень плохо, потому что у вас пациент умрет не от бактериемии, а от шока, потому что есть масса энтеротоксинов всяких, которые выпускаются из клеток после того, как они лизируются. Но это вот как одна из причин. Но это не означает, что это не стоит пробовать. И на самом деле люди пробуют. В частности, например, в Соединенных Штатах есть огромный концерн «Пердиучикин», такой, который, по-моему, ножки Буша сюда поставлял в России в свое время. Так вот, они борются с листериями, которые всегда и сальмонеллами на тушках этих цыплят, просто обрызгивая их фагами. Это большой бизнес. Да, пожалуйста. Меня заинтересовала тема, но в Китае такие работы проводятся. Что-то вообще есть в этом направлении? Ну, вопрос был в том, можно ли делать крисптерапию на эмбрионах. Ну, значит, крисптерапия используется для создания трансгенных организмов, млекопитающих. То есть по свету бродит некоторое количество свинок, которых, например, изменяли в них гены с помощью крисптерапии. Делалось это на уровне эмбрионов, конечно же. В случае лейкемии, ведь есть же лейкемии, которые возникают в возрослом состоянии, и там не очень понятно, что лечить. Потому что это мутации. Но многие раки происходят за счет того, что в течение вашей жизни в соматических клетках возникает перерождение какое-то, которое приводит к чему-то нехорошему. И в эмбрионе вы этого не вылечите никак. С другой стороны, в случае типа серповедно-клеточной анемии, про которую я сказал, действительно связаны с тем, что вы получаете плохой аллель уже от мамы или от папы. И, казалось бы, его можно там лечить. То, что сейчас делали китайцы полгода назад, а сейчас они новую статью опубликовали, другие китайцы, это опыты, которые проводятся на эмбрионах, которые в принципе не будут развиваться. Это некие эмбрионы, оставшиеся от экстракорпорального оплодотворения в клиниках. И они специально сделаны так, что они не будут размножаться. Потому что есть целый ряд вопросов, связанных с этикой, которые делают такого рода эксперименты, незаконными. Хотя в ряде случаев законов-то даже на самом деле и нет. Но есть куча проблем. Ведь вы, во-первых, никто не может гарантировать, что вы лечите только то, что надо. Во-вторых, если вы это делаете, то вы изменяете генотип будущего человека, не спросясь, вообще говоря, его. Бог его знает, что там произойдет. Есть целая масса проблем, связанных с возможными медицинскими и легальными издержками. Кто будет отнести ответственность за последствия, если какие-то последствия будут. Но технических проблем нет. Но вот в Англии можно сейчас делать на ранних эмбрионах такие работы. Нет, в Китае он не запрещен. В Англии он разрешен в центре Фрэнсиса Крика и разрешен определенной группе людей после соответствующего отбора экспериментов этическим комитетом. Он не связан с лечением никак. Они просто хотят понять, для чего нужны человеческие гены. У нас с вами 20 тысяч генов. Значит, 3 миллиарда букв ДНК, 20 тысяч генов. Мы знаем функцию приблизительно тысячи, в лучшем случае. А для чего другие гены, мы не знаем. И они собираются сделать такое очень крупное исследование, когда они будут брать вот такие ранние эмбрионы, на самом деле яйцеклетки. С помощью CRISP-технологии выбивать по очереди этот ген, другой и так далее. Смотрите, как раннее развитие идет. Считается, что это может помочь понять проблему ранних выкидышей, потому что до трети развивающихся плодов на самом деле абортируются. Что может быть и хорошо, потому что, возможно, они не были бы функциональны в будущем. Но вот эта работа делается для таких целей, не для улучшения. Да, пожалуйста. У нас есть вопрос о антибиотике. Вы говорите о том, что золотой, антибиотик уже прошел. И сейчас не факт, что получится опять выйти на этот золотой век. Но и сейчас в связи с новым оснащением у нас получается очень много возможностей работать именно с молекулярными решениями для антибирования бактерий. И вот у меня такой вопрос. Как Вы относитесь к разработке антибиотиков с помощью цель этого действия? Понятно, спасибо. Это очень хороший вопрос. Я, с одной стороны, как молекулярный биолог, я должен быть за это, конечно, за, потому что это очень интересно. И будет много молекул, которые связываются с моими любимыми белками и их портят. Это хорошо. Но по факту, значит, то, что Вы предлагаете, делалось, наверное, на протяжении последней... Ведь не все... Я Вам рассказал несколько success stories, но есть истории, которые ни к чему не привели. И одна из историй, которая, к сожалению, ни к чему не привела, но такому сильному, это история так называемых высокоэффективных скринингов. Когда брались в библиотеки, я думаю, что вот в Владивостоке люди тоже это делают, потому что считается, например, что экстракты каких-то морских организмов содержат огромное количество, это правда, различных химических веществ, и может быть совершенно случайно некоторые из этих странных химических веществ будут что-нибудь такое интересное ингибировать. Или второй вариант. У нас есть структура какого-то важного белка. Если мы убьем этот белок, то клетка тоже сдохнет. И не найдем ли мы химическую молекулу, которая по своей форме соответствует участку поверхности этого белка, будет с ним связываться, как ключ с замком, и ингибировать его. Это вторая процедура, которая делается. К сожалению, такого рода скрины с использованием библиотек, включавших десятки тысяч, сотни тысяч молекул, не привели к существенным результатам. Я подозреваю, как биолог, я, наверное, знаю, почему это так. Потому что биологическое разнообразие все равно всегда будет больше того, которого могут сделать химики, синтетики, или вот которые мы так можем найти. Просто потому что эволюция так долго уже, ну, жизнь так долго существует, и так много работает все это дело, что мне кажется, легче пойти просто и поискать в природе. Вот. Ну, это мое собственное какое-то вот такое убеждение. Но по факту, к сожалению, методы докинга, за исключением одного лекарства, глювака, против спида, не привело ни к чему особенному пока что. Не означает, что этого не будет потом, конечно же. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ